Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, и сегодня я раскрываю секрет правильных контрастов, которые сделают вашу фотографию более привлекательной. Красота любой фотографии складывается из объективных и субъективных суждений, основанных на анализе суперпозиции огромного количества составляющих. От содержания сюжета до композиции и обработки. Сделав условный кадр, конечно же, можно задрать нос, сказать, что я художник, я так вижу, продвигая свое видение прекрасного. А можно углубиться в изучение объективных критериев красоты и попытаться их интегрировать в свое творчество, чтобы ваши фотографии понравились большинству. Один из таких объективных критериев сегодня мы с вами и разбираем. Это тональный контраст, который зависит от постановки света, формы объекта и, разумеется, обработки. Конечно, существуют и другие типы контрастов, такие как контрасты цветов, форм, текстур, векторов, масс, размеров, идей. Но сегодня мы их опустим. Тональный контраст является одним из самых простых для понимания. Мы балансируем между светлыми и темными участками, умело ими оперируя, дабы сделать изображение более притягательным для зрителя, акцентировать внимание на нужных объектах, визуально разделить планы и даже проявить цвет. Давайте условимся, что мы понимаем, как на контраст влияет постановка света. Мы различаем мягкий, жесткий и рассеянный света. Очевидно, что усредненно максимально грамотный, недеструктивный тональный контраст будет достигаться при использовании мягкого бокового света. В пример я возьму работы Рембрандта. И да, я знаю, что сейчас у вас возникла мысль, что мы имеем дело с жестким светом, но не все так однозначно. Видите ли вы жесткие тени? Свет направленный, локализован на портретируемом, и фон, как правило, провален, что безусловно придает драмы. Но теневой горизонт не четок, и я бы сказал, даже немного размыт. В реальной фотографии такой характер света на портретируемом можно получить в студии, используя портретную тарелку. А портретную тарелку я не могу назвать жестким источником света, это не рефлектор. Также на лице у нас нет гигантского количества микроконтрастов, о которых я рассказывал вот в этом видео, посмотрите по всплывашке. И только в автопортрете Рембрандта я действительно вижу жесткий свет. Тут микроконтрасты заполнили весь овал лица, но при этом в силу свободы написания холста одежда художника этими микроконтрастами не обладает. Жесткий свет выдаст нам еще и света с тенями, выходящими за рамки динамического диапазона тривиальных камер, что в целом можно считать издержкой. А вот рассеянный свет, к примеру, в поле, в пасмурную погоду, наоборот, избавит нас от высокого контраста и лишит фотографию всякого объема. Посмотрите на портрет девочки с персиками серого. Свет рассеянный, переотраженный от пространства комнаты с первоисточником от окна. Мы не видим контраста, не видим тонального объема, потому что его и нет. Но тут красота картинки достигается другими средствами выразительности, как и многие работы импрессионистов, которые, можно сказать, избавляются от тональных противопоставлений в своих работах. Но при этом картины притягивают внимание цветами, текстурами и формами. И тут я вас плавно подвожу к простой истине, что супер-пупер-дупер-ультраконтраст — это не панацея. Он не во всех работах необходим. Его бывает мало, и он бывает в избытке, и чтобы найти золотую середину, вы должны обладать насмотренностью. Поэтому больше смотрите на работы популярных современников, кинематографы, и, конечно же, не забывайте о классике изобразительного искусства. А также посмотрите мое видео, как снимать в жестком солнечном цвете по всплывашке. Тоже очень полезное, кстати. Вообще, о светах нужно рассказать. Давно я планировал. Не знаю, все время забываю. Напишите мне опять в комментарии. Макс, блин, давай расскажи нам про света более подробно. Запишу об этом ролик. А вам понравился ролик о лутах? Ни для кого не секрет, что всю инфографику я делал сам. Это, капец, оказалось как сложно. Я пытался найти человека, который бы смог мне помочь и закрыть дыры в технических моментах, а именно в блендере. Но в результате пришлось перелопатить тонны интернетов в поиске ответов. А вот если бы вы прошли курс по моушн-дизайну от Skillbox, то никаких бы проблем с созданием этого 3D-куба не было. И вы бы его сделали за три минуты, и ролик бы вышел на канале несколькими днями ранее. Моушн-дизайнеры создают анимационную графику для телевидения, ютуба, медиа, рекламы, фильмов, презентации IT-продуктов. Хоть такие ролики и длятся несколько минут, они очень зрелищные. И они повышают узнаваемость бренда, повышают продажи. И именно в этом нуждаются компании. Неважно, ты полный чайник или немного шаришь, курс будет полезен для ребят любого уровня подготовки. Ведь он нацелен на глубокое изучение Cinema 4D и, разумеется, After Effects. Ну а для особ заинтересованных будет еще и Houdini, Unreal Engine, Substance Painter и Touch Designer. Курс состоит из более чем 610 уроков. Вы займете себя на целый год. Мне дико понравилось, что обучение включает в себя много практики. После каждого теоретического блока идет практическое занятие. По итогу курса у вас будет более 20 готовых работ в портфолио. И с этим портфолио можно сразу на Behance. Потому что первые заказы можно будет брать уже после 5 месяцев обучения. Ну и монетизировать все свое творчество пора. А еще Skillbox гарантирует трудоустройство после обучения. Дают слово пацана. Ну или вернут деньги. Да еще и сертификат установленного образца, подкрепленный государственной образовательной лицензией, выдадут. Не только на русском, но и на английском языке. Поэтому можно будет покупать билеты сразу на Бали. Доступ к курсу остается навсегда со всеми последующими обновлениями. Рынок развивается и, разумеется, добавляются новые уроки. А по промокоду MiGustaOne вы получаете скидку в 55%. И второй курс меньшей стоимости на ваш выбор. Так что переходите по ссылке в описании, либо сканируйте вот этот QR-код. И становитесь крутым специалистом моушн-дизайна прямо сейчас. Итак, сегодня мы говорим о контрастах, которые являются частью обработки, которые в свою очередь являются частью технической составляющей красоты нашего изображения. Контрасти, которые реализуются мощнейшим инструментом цвета и свет-коррекции, разумеется, это кривые. Для начала я напомню, как кривые изменяют контраст. Изначально наша кривая имеет наклон в 45 градусов. Она расположена строго диагонально. При горизонтальном положении кривой контраста нет, а при вертикальном контраст увеличивается строго на тех зонах, в которых кривая вертикальна. Мы привыкли повышать контраст классической S-образной кривой, которая состоит из трех сегментов. Одного повышающего контраст, так как тут кривая более вертикальна, и двух сегментов понижающих контраст, где кривая более горизонтальна, нежели вертикальна. И сегментация зон определяется положением двух ключевых точек, которые мы с вами можем передвигать. Сместив их вправо, мы повысим контраст цветов, а сместив их влево, наоборот, тени будут более детализированными В зависимости от вашего кадра, освещения на лице, мы должны выбирать уникальные под каждый портрет положения этих ключевых точек На самом деле все просто как 2 плюс 2 Мы с вами стараемся акцентировать внимание зрителях на лице портретируемого А это значит, что нам нужно повышать контраст именно на лицах Давайте с вами начнем с элементарного портретного кадра Здесь мы отчетливо видим достаточно объемный свет, теневой рисунок Свет падает справа налево в контровом виде от окна Свет достаточно мягкий, также он переотражается от плоского зеркала и падает на лицо сбоку В данном случае свет у нас разделен на лице с двух сторон Мы видим отчетливо также теневую область между двумя источниками света Что в принципе дает нашему кадру объем И нам этот объем нужно немножечко приукрасить Его мы будем приукрашать с помощью корректирующего слоя кривые И классической S-образной кривой Как я уже говорил ранее, это наверное был года 2 назад Я уже показывал этот способ Мы нажимаем на палец, который пытается нажать на кнопку в лифте С двумя стрелочками вверх и вниз И клацаем на тех участках, на которых мы хотим создать контраст А вот перед тем, как кликать, мы конечно же должны понять А на каких участках нам нужно создавать контраст Нас абсолютно не интересует контровой блик на щеке Потому что он достаточно яркий, да ну и в принципе там не так много текстуры, которую нам хочется увидеть Также нас не интересует контраст в тенях Нам хочется сохранить плавность и мягкость света тени в этих участках Нам нужно создать контраст, преимущественно на блике То есть мы с вами ориентируемся на овал лица Мы хотим сконцентрировать внимание зрителя на овале лица Поэтому мы клацаем на палец Далее клацаем на портрете, на светлую область И на соседнюю темную Все, у нас появились две точки, которые мы с вами растаскиваем вверх-вниз И тем самым мы повышаем в нужных областях контраст на нашей фотографии Супер простой пример, как 2 плюс 2 А для того, чтобы лучше понять, как работает алгоритм выбора точек на кривой Я в качестве примера возьму нашего замечательного дядю Рембрандта и его автопортрет Давайте посмотрим на рисунок Он, во-первых, малоконтрастный и на самом деле не столько насыщенный Для того, чтобы проанализировать участки на лице, в каких яркостях они находятся Мы можем прибегнуть к следующей хитрости Идем в Windows и открываем панель гистограмма Изначально она у вас, скорее всего, откроется в компактном виде Поэтому сразу клацаете на Expand View И в Channels выберите Luminosity Теперь ваш гистограмм будет показывать именно яркостную составляющую вашего кадра Далее мы с вами берем и выбираем вот такой прямоугольник чисто на лбу нашего дяди Рембрандта И на нашей гистограмме сразу же появляется область, в которой как раз сконцентрированы все пиксели с лба Не убирая выделение, если мы с вами создадим корректирующую кривую, то в гистограмме на кривой вы также увидите ровно те пиксели, которые располагаются строго на лице в нашем выбранном прямоугольном выделении И если мы с вами хотим сделать контрастную именно эту область, то есть именно этот диапазон светотени Мы должны растащить две точки, ограничивающие этот диапазон Сейчас воздействие происходит, разумеется, только на маску, которую мы с вами создали Но мы ее всегда можем выключить, либо удалить И тем самым контраст, правильный контраст, ляжет на всю фотографию Но есть нюансы, как вы видите, наши тени очень сильно провалились И это заметно по искривлению нашей кривой в том числе И здесь вернуть на первоначальное состояние нашу кривую будет не совсем разумно Потому что вы будете получать не совсем линейное исчезновение воздействия нашей кривой от тени к светам Чтобы это было более линейно, более гладко, давайте вернемся назад Ctrl-Z удалю эту точку Мы с вами воспользуемся свойствами слоя корректирующего кривые Вкладочкой Blend If мы возьмем прозрачность ниже лежащего слоя Я его сепарирую, зажму клавишу Options, Alt на винде И потяну этот ползуночек вправо до тех пор, пока мои тени более или менее не восстановятся Ну давайте на половинке остановимся, нажимаем ОК И сейчас, если посмотреть на до-после, мы прекрасно, отчетливо видим То, что контраст теней сохранился, яркости стали чуть-чуть, самую малость темнее Но зато посмотрите, какой потрясающий контраст у нас появился на лице Аналогичным путем мы восстановим контраст на этой фотографии Понятное дело, здесь супер жесткий свет, все пересвечено Поэтому мне необходимо восстановить хайлайты И я специально высветлю Shadows, чтобы максимально расширить динамический диапазон этого кадра Далее нажимаю на ОК, кадр открывается в фотошопе И я буду думать, а на какие участки мне нужно накладывать дополнительный контраст Я не могу затемнить тени и высветлить света Это будет неразумно, потому что вот этот теневой горизонт, он и так очень явный Он сформированный, он прекрасный, его не нужно делать сильнее Но я хочу сделать контраст между светлыми участками светов и тенями светов Вот сделать этот горизонт между самыми яркими и немножечко потемнее участками Сделать более высоким Сделать это можно также с помощью прямоугольного выделения Мы выделяем область и мы понимаем с вами, на каком диапазоне расположены света на лице Поэтому просто так же с выделением мы создаем корректирующую кривую Видим этот диапазон и именно на нем мы с вами создаем дополнительный контраст Уже сейчас отчетливо видно, как сильно меняется этот теневой горизонт Он прям проявляется Убираем маску и наша картинка проявляется Смотрите, и проявляется не только контраст, но и насыщенность Наложение контраста очень важно не только на классические портреты Это может быть что угодно, пейзаж, архитектура, либо фотография с цветочками Вы должны всегда отчетливо понимать, на какие участки вы хотите наложить контраст Какие вещи вы должны сделать более видимыми, более явными И мы с вами пойдем двумя путями Первый вариант, я попытаюсь сделать лепесточки цветов более контрастными А во втором варианте я возьму в качестве целевого объекта, возьму зелень Для начала возьму прямоугольное выделение и клацну на цветочки Вижу, что они у меня находятся в диапазоне от 80 до 100% Создаю корректирующую кривую и на этом участке я создаю небольшую S-образность Вот такого типа Удаляю маску, она мне сейчас не нужна И моя фотография проявилась И теперь сделаю то же самое Скрою обязательно слой кривыми Только выберу в качестве прямоугольного выделения зелень Которая находится по середине нашего яркостного диапазона Создаю корректирующую кривую, также беру две точечки, которые будут ограничивать мой график на гистограмме И также спокойненько удаляю маску И вот что мы получили Вариант первый, когда мы сакцентировали внимание на самих цветочках И наше внимание преимущественно падает на них И вариант второй, когда мы с вами выбрали в качестве референса стебли этих цветочков И в данном случае уже лепестки теряют свою привлекательность На них падает меньшее внимание Поэтому установка ключевых точек вручную крайне важна И она не есть равно движение ползунка контраст вправо в модуле камеры RAW Либо с помощью обычного ползунка Маленький нюанс Если при добавлении контраста вдруг у вас появляется, проявляется очень сильная насыщенность Вы всегда можете поменять режим наложения на люминосить Тогда насыщенность повышаться не будет А будет меняться только свет-теневой рисунок Также обратите внимание, что в большинстве случаев, если портрет освещен прямым, боковым, в общем, классическим светом Точки контраста будут расположены в правой половине нашей гистограммы Но такое происходит не всегда К примеру, в этом портрете свет контровой А лицо освещается переотраженным от мира светом И в данном случае создавать контраст я буду акцентируя внимание на теневые области Поэтому я также могу кликнуть инструментом палец на света и теневые области И точки я уже увижу в левой части И именно здесь я их буду раздвигать вверх и вниз До, после До, после Как правило, если акцентная часть лица освещена второстепенным дополнительным светом Точки будут смещены в левую сторону Под каждую фотографию вы должны выбирать свои уникальные положения точек на кривой Ну и еще один маленький неоднозначный пример с лапками Если вы хотите просто чуть-чуть добавить акцента внимания на ноги Выбираем область, на которой мы хотим с вами докинуть контраст Создаем корректирующую кривую Ставим две точки Немножечко их растягиваем вверх и вниз И удаляем маску До, после Здесь у нас очень сильно повысилась насыщенность Мы это можем парировать с помощью перевода кривой в режим наложения люминосити А второе, мне не нравится то, что небо так же высветилось И его мы можем исправить, вот эту часть Просто вернув света на свое место Я создам дополнительную точку и ее немножечко заглушу До, после До, после Как видите, небо у нас осталось столь же вариативным, как и было Но при этом контрастность нижней части фотографии повысилась Как видите, для достижения классного цвета и света на фотографии Порой достаточно накинуть одного слоя корректирующих кривых Просто с правильным расположением ключевых точек для достижения правильного контраста Обязательно поставьте лайк этому видео Подпишитесь на канал, мне будет приятно И накидывайте на свои фотографии правильный контраст Тогда приятно будет и вашим зрителям Увидимся, покедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok